Чёрная вдова. Автор из Лениран. Читает Кэт Вилт. Глава 37. Приглашение к разговору. Хосок выныривает из какого-то необычного, жуткого тяжёлого сна, из сонной тошноты, удушающей и скрипучей, и вдыхает полной грудью сладкий свежий воздух. Последнее, что он помнит, две надвигающиеся на него тёмные тени и перемешанные с удивлением страх. Он открывает глаза осторожно, опасаясь ослепнуть от солнечного света, потому что ему кажется, что он находится где-то посреди улицы, и ошарашенно вздыхает, увидев над собой деревянные сводчатые потолки, инкрустированные позолоченным стальным кружевом. Переводит взгляд на панорамные окна в сетке тонких переплётов и обнаруживает себя лежащим на огромной низкой кровати, застеленной пышным белоснежным шёлковым покрывалом. Прислушивается к ощущениям и понимает, что чувствует себя вполне сносно. Боли нет. Ему удаётся легко подняться с кровати, ступив басом и ногами на пол, усланные дорогими тяжёлыми циновками. За оконными переплётами он видит дрожащие на ветру ветки красного японского клёна. Лучи то ли закатного, то ли рассветного солнца и огромные глыбы серого камня, выстроенные в причудленном порядке светло-голубого маленького пруда. Хосок совершенно точно никогда не видел этого места. Но весь интерьер кажется ему смутно знакомым. Сдержанный азиатский стиль, скорее японский, судя по острому минимализму и натуральным материалам мебели и отделки. Хосок отвлекает лёгкий шорох за спиной. Он оборачивается и откашливается, увидев входящую в комнату хрупкую девушку с большим деревянным подносом в руках. — Э-э-э, здравствуйте. Хосок сматривается в её низкоопущенное лицо. Но девушка, не поднимая глаз, ставит поднос на столик и уходит, мягко шурша подолом длинного белого одеяния. Волосы девушки уложены странно, заколоты на макушке огромной деревянной спицей. Такие прически Хосок видел в японском музее, куда однажды приглашали Джулию на какой-то пафосный приём. Пить хочется очень, но Хосок на всякий случай не решается прикасаться к широкой пиали с водой. Он толкает дверь, только что закрывшуюся за девушкой, и дверь легко поддаётся. — Не заперто, — кивает сам себе Хосок. — Уже хорошо. — За дверью ещё одна комната. Почти пустая, обставленная низкой мебелью. Столик, пара диванов и большая тумба, уставленная резными каменными статуэтками. Хосок раздаётся из дальнего угла. — Как ты себя чувствуешь? — Из кресла в тёмном углу навстречу ему поднимается Чонган Сок. — Ну, конечно, кто бы ещё это мог быть? — Вы похитили меня? — почти шёпотом спрашивает Хосок, делая невольно шаг назад. — Я бы не назвал это так категорично, — улыбается Чонган Сок. — Скажем, я настояла на нашей встрече и нашем разговоре, на который ты никак не соглашался. — Хочешь что-нибудь? Ты, наверное, голоден. Воды? — Нет, спасибо, — качает головой Хосок, пытаясь держать накатившую нервную дрожь. — Давайте быстрее поговорим. Я хотел бы поскорее вернуться домой. — Прекрати истерить! Джихон прижимает Джулию к себе и кивком указывает нам Джуну на шкаф, в котором, как он знает, есть аптечка. — У нас всё под контролем! — Я так и думала! У Джулии уже нет сил кричать. Она только прерывисто вздыхает и по щекам её нескончаемым потоком текут прозрачные капельки слёз. — Я думала, что у вас всё под контролем. Мы договаривались, что Хосок... Боже, мой мальчик! Где он сейчас? Как ты мог оставить его одного, Намджун? И не нужно пичкать меня успокоительными, я вас умоляю. Я способна взять себя в руки. — Ну, тогда возьми, пожалуйста, — коротко и строго говорит Джихон. Он мрачен и собран, постоянно сканирует ситуацию, заглядывая в планшет, который не выпускает из рук. Намджун хмурится, стоя у самого окна, и молчит, потому что сказать тут нечего. Его непрофессионализм сыграл злую шутку, и оправдания здесь, конечно, неуместны. Но больше, чем ощущение собственной вины, его тяготит острое беспокойство за Хосока. — Джулия, послушай меня. Джихон аккуратно промакивает слёзы на щеках женщины мягкой бумажной салфеткой. Такие ситуации невозможно предотвратить, даже если привязать себя к Хосоку наручниками. Если человек вознамерился сделать то, что задумал, то он это сделает, даже если для этого потребуется физически устранить телохранитель. Ты это понимаешь? Я не выгораживаю нам Джона. Но он гораздо полезнее здесь живой и полной сил, чем если бы он был... Он твой сын, Джихон, — жестко и зло улыбается Джулия. И я понимаю твою радость. Но я не знаю, где мой сын, и уж прости, не могу эту радость с тобой разделить. Вообще-то, — мнётся нам Джон, заглядывая свой телефон, — мы знаем, где Хосок. Джулия переводит на него взгляд и нервно дёргается. И знаем, что он жив и в порядке, — добавляет Джихон. Он здесь, в Сеуле. Рядом с локацией, где он находится, дежурят наши ребята. Я пеленговал Хосока двумя датчиками слежения постоянно, — поясняет нам Джон. Аккуратно приближаясь и кидая на Джулия осторожные взгляды. Один из датчиков с него сорвали сразу. Тот, который был в браслете. А второй остался. Он впаян в замок на его цепочке и постоянно считывает информацию о его состоянии и передаёт систему. Судя по показаниям этого датчика, Хосок в порядке. И мы знаем, где он. — Тогда почему он до сих пор не здесь? — скрикивает Джулия зло. Её крик прерывает острое звяканье лифта. — Вот! — сбегает в квартиру Чимин и протягивает нам Джону записку. — Оставили внизу администратора. Просили передать Джулии. Следом за ним входит стревожный Чонгук, Тэхён и Йонги. Проходит в комнату и молча садится на диван. — Я не причиню ему вреда, ты же знаешь, — читает Джихон, развернув записку. — Это Гонсок. И я не сомневалась. По щекам Джулии слёзы начинают катиться с новой силой. Оперативная группа уже рядом с тем местом, куда он увёз Хосока, — кивает нам Джон. Снова заглянув в телефон. — Ждём разрешения. Как только полицейское управление получит его, сразу же начнётся штурм. — Я хочу поехать туда. Джулия вырывается из рук Джихуна и хватает сумочку с низкого столика. — Ты не остановишь меня, Джихун, и не пытайся. — Я не просто попытаюсь. И я остановлю. Мягко, но твёрдо удерживает её за плечи Джихун. — Тебе там делать нечего. Я просто должен знать, что ты в безопасности. Туда поедем мы с нам, Джуном. Мы вооружены и имеем опыт в таких делах. Всем остальным лучше оставаться здесь под охраной Джейкоба и его команды. — Ты говорил Джину, — шёпотом наклонившись к Юнге, уточняет Чимин. Юнге качает головой. — Правильно, — кивает Тэхён, — не стоит. — Нет, неправильно, — возражает Чунгук. — Джина нужно предупредить. Во-первых, этому козлу может прийти в голову взять, к примеру, Джина в заложники или Джинхо. Во-вторых, Джин. Но он не простит нам. — Чунгук прав, — кивает нам Джон, — застёгивая кобуру. — Джину следует быть начеку. Лучше, конечно, привезти их с Джинхо сюда. Но поездка по городу сейчас — это лишний риск. Мы отправим к нему охрану. Но сначала ему нужно будет рассказать о ситуации. — Юнге? — Да, я поговорю с ним. — встаёт Юнге и набирает в телефоне номер Джина. Джихун приобнимает Джулию, но тут же отвлекается на входящий звонок мобильного. — Инспектор сон? — Да, я жду. — Как? — А причина? Его короткие вопросы слушают все в полной тишине. Если не считать приглушённого кухонной дверью голоса Юнге, рассказывающему Джину по телефону о том, что случилось. — Разрешение не дадут, — мрачно произносит Джихун, сбросив звонок. — В смысле? — оборачивается Джулия. — Мальчик мой! Гонсок сидит в кресле напряжённо, скрестив ноги совсем неэлегантно. Глаза его пристально следят за сменой эмоций на лице Хасока. — Тебе не следует бояться меня. Я не причиню тебе вреда. — Вы похитили меня, вырубили какой-то дрянью, — усмехается Хасок. — У меня есть довольно много оснований вам не доверять, не считаете? — Это была вынужденная мера, — качает головой Гонсок. — Я уже говорил, ты не соглашался, не хотел. — Я не хотел. — А вы не привыкли получать отказ в чём-то, бы то ни было, да? Гонсок вздыхает. — Я просто хотел, чтобы ты услышал нашу историю с Хасоком, твоим отцом, лично от меня, а не в тех многочисленных вариантах, в которых, я уверен, тебе преподнесли её. Чтобы услышал и понял, что мне, у меня, что нет никого ближе и дороже для меня, чем ты. — Что это за место? — Хасок бросает долгий взгляд в окно, замечая, как тучи всё-таки заходящего солнца отсвечивают от чего-то стального там, за круглыми макушками низкорослых деревьев. — Мы на побережье? — Не беспокойтесь, я не сообщу никому о своём местонахождении, вы же забрали мой телефон. — Просто небольшое имение моей семьи, летней резиденции, скажем так, — уклончиво отвечает Гонсок. — Ты выслушаешь меня? Хасок качает головой. — Вы освободите меня? Гонсок встаёт и подходит к окну, долго смотрит туда, где покачиваются рыжими ветками деревья, а потом оборачивается. — Прости, но нет. Я долго ждал этой минуты, долго выслеживал момент, когда ты останешься один, и я просто не могу упустить такой шанс. — Хотя бы сообщите моим близким, что со мной всё в порядке, — пыхивает Хасок. — Мама с ума, наверное, сходит. — Джулия тебе не мама, — голос Гонсока холодеет. И я уже отправил ей сообщение. Они знают, где ты, судя по тем автомобилям, которые уже час дежурят за оградой поместья. Хасок от этих слов становится легче. — Хорошо. Давайте поговорим, — сдаётся он. — С чего вы начнёте? — В вашем знакомстве с отцом я уже наслышан. Можете не пересказывать. Мне только непонятно. Зачем я-то вам? Отец умер, его больше нет. А ко мне, насколько я понимаю, вы не имеете никакого отношения. Это не так. Гонсок сжимает пальцами подлокотник кресла, который снова садится, приглашая кивком Хасока сесть рядом. Хасок садится напротив и чувствует непонятное волнение. Наверное, услышать всю историю от первого лица — это уникальная возможность, но он почему-то боится этого. — Я очень хорошо помню твой день рождения, — начинает рассказ Гонсок. — Возможно, это последнее, что я помню из той истории. Это был мой последний день в должности генерального директора южнокорейского филиала Чон Файнэшл Групп. — Гонсок, твой день рождения был моим последним днем в должности. — Я слышал немного иную версию. Мне говорили, — перебивает его Хасок, — хотя, честно сказать, не понимаю, зачем мы вообще это обсуждаем. Вот поэтому я и пригласил тебя сюда. Гонсок проводит рукой по волосам немного нервно. Достает из нагрудного кармана прозрачную баночку с таблетками и закидывает одну в рот. Запивая водой. Мы с Хасоком долго планировали это. Планировали заранее. Им не нужно было просто довести один проект и уйти с должности. Так мы решили, — продолжает он, помолчав. — Мы не собирались расставаться. Мне больно слышать, как ты говоришь, что я не имею к тебе никакого отношения. Ты должен быть и моим сыном тоже. Хасок хмурится. Этот человек, сидящий напротив, говорит спокойно, и его слова трогательны и искренни, но все равно рядом с Гонсоком Хасока не покидает ощущение назревающей опасности. Когда родители поставили мне условия, или семья, или Хасок, я, не задумываясь, выбрал Хасока, — продолжал мужчина. Я любил его. Я до сих пор люблю его. И до сих пор всегда выберу его. Понятно, что я начал пороть горячку, кричал, что я уйду из дома, пришел к Хасоку, рассказал ему, но он меня успокоил. Он сказал, что семья — это важно, что пусть улягутся и утихнут эмоции, и что мы пока можем встречаться тайно, чтобы никто об этом не знал, а потом посмотрим. Гонсок закрыл ладонью лицо и покачал головой. Когда я вспоминаю, думаю о том, сколько переживаний, сколько грусти и боли испытал Хасок из-за наших отношений. Из-за всех этих проблем, связанных с моей семьей, мне становится тошно. Наверное, мне следовало тогда поступить по-другому. Не поддаваться на уговоры родителей, не прятать Хасока от мира, а гордо заявить о нашей с ним любви. Но у родителей был на меня ощутимый рычаг давления. Моя правда могла стоить всей семьи бизнеса. Отец не уставал повторять, что на мне лежит ответственность за будущее нашего рода, нашей фамилии. Родители начали планировать мою свадьбу. Невесту мне нашли какую-то из богатой семьи. Мне все это не нравилось жутко, но Хасок только смеялся. Все говорил, что, может, я передумаю. Вон какие у меня открываются перспективы. «А потом случился скандал», — кивает Хасок, вспоминая рассказ ректора Кима. «А потом случился скандал», — вздыхает Гонцок, — «когда сами начали растаскивать по всем каналам подробности мои планируемые помолвки, я не знал, как Хасоку в глаза смотреть. Но он говорил, чтобы я не расстраивала родителей, и смеялся. Мы сняли маленький домик на окраине Сеула по дороге с санам, красивый кирпичный домик с оснами во дворе и уютной беседкой, с камином и крохотной кухонькой. И мы проводили там иногда целые выходные и были абсолютно счастливы вместе, наедине друг с другом. Мы строили планы, размышляли о том, как усыновим ребенка, как будем воспитывать его вместе. Мы мечтали о том, как однажды Хасок поведет нас с тобой в долгий многодневный поход, и мы облазим все окрестные горы. И он обязательно научит тебя нырять в тарзанки, а когда твои маленькие ножки устанут, я буду нести тебя на спине. А он будет идти рядом и ныть, что его самому понести некому. Мы мечтали. Взгляд Гонсока замер, остановившись на лице Хасока. Его глаза заблестели от набежавшей влаги. Я не бросала его, как тебе, наверное, сказали. Снова заговорил он тихо. Когда он нашел Даван, когда все уже было решено, мы прекратили встречи, чтобы ни в коем случае не подвергать излишнему вниманию эту женщину и ее беременность. Мы постоянно созванивались, и Хасок рассказывал мне обо всем. Но эти девять месяцев казались мне самыми долгими в моей жизни. Такой тишины в квартире Хасока не бывало, даже когда она еще стояла совсем пустой. Слова Джихуна о том, что разрешений на шторм того дома, в котором сейчас Гонсок удерживает Хасока, не будет, прозвучали, как гром среди ясного неба. — Почему? — хрипло спрашивает Джулия, и руки ее дрожат. — Они не запретят мне войти туда и забрать моего сына. Никто не запретит. Я подниму на уши оба посольства. У меня есть связи. Я... Этот дом — старинная императорская вилла, резиденция японских правителей. А у Японии и Кореи, сама знаешь, отношения довольно напряженные до сих пор, — говорит Джихун. Его побледневшее лицо внушает еще больше ужаса, чем те слова, которые он говорит. Легкое звяканье лифта отвлекает внимание присутствующих в комнате, и Йонги, появившись из кухни, проходит в прихожую. Через минуту он пропускает комнату Инджи и Квонжи Йона. «Ого!» — оборачивается Чимин. «А он что здесь делает?» «Предлагает свою помощь Пак Чимин», — хрипло отвечает Джи Йонг и усаживается на диван рядом с Йонги. «Побольше уважения!» «Спасибо!» — кивает Джулия. «Жаль, что приходится знакомиться в такой напряженной ситуации. Но нам сейчас пригодится любая помощь!» Продолжает Джихун. «Должен же быть какой-то выход!» «Мало того, что этот объект охраняется ЮНЕСКО», — разводит руками Джихун. «Так он находится еще под юрисдикцией Японии. Является имуществом японского императорского рода. Этот мерзавец-гонцок — отпрыск старинного рода, ведущего свои корни от императора Гонара Тамахита. Любое вторжение на эту территорию приведет к вооруженному политическому конфликту», — так мне сказал инспектор Сон. «Что это за место?» — интересуется Квон Джи Йонг, заглядывая в планшет, который держит в руках Джихун. «А, это вилла императора. Знаю. Мы как-то попытались добиться разрешения для съемок клипов в тех местах. Там очень красиво. Но нам не разрешили приблизиться к имению». «Что же делать?» — сплескивает руками Чимин. «Мы ничего не можем!» «Нам бы сейчас очень пригодили связи в японской императорской семье. Но у нас таких нет», — качает головой Джихун. «Вообще-то, — вдруг подает голос Инжи, — есть. Да, Мин Юнги?» Юнги яростно краснеет под взглядами обернувшихся к нему присутствующих. Субтитры создавал DimaTorzok